Гиббон белорукий. Относится к нишам человекообразным приматам. Встречается в лесах Таиланда, Малайзии, островов Суматра и Ява. Родовое латинское название этих обитателей Фельдман Экопарк – Гелобатес, что в переводе означает «бегущие по ветвям». Действительно, нельзя подобрать им более удачного названия, ведь из всех обезьян только гиббоны способны совершать такие головокружительные куйбики. Если бы человек попробовал повторить трюк, который с такой легкостью исполняют эти симпатичные белорукие гиббоны, то наверняка у него закружилась бы голова. Это не говоря о том, что держаться за ветку пальцами ног он попросту не сумел бы. Прыжками гиббонов можно любоваться долго. Зрелище захватывающее и красивое. Отталкиваясь и хватаясь в конце прыжка только руками, они буквально летают между канатами и брусьями. Прыжки то плавные и грациозны, то стремительны. Настолько точны и быстры, что нередко в полете гиббоны рвут плоды с ближайших веток. В вершинах леса это, пожалуй, самые быстрые из обезьян, а на земле, пожалуй, единственные, которые ходят главным образом на ногах, приподняв согнутые в кистях руки вверх и балансируя ими. У гиббонов также большая привязанность к собственному потомству. Мать и дочка, уже успевшие стать матерью, достаточно долго не расстаются. И даже старшая самка помогают воспитывать малыша своей дочурки на правах бабушки. В природе белорукий гиббон может перелетать в буквальном смысле слова с дерева на дерево на расстояние 15 метров. У этих юрких обитателей стран Индогитая и Индонезии немало удивительных особенностей. Прежде всего, это супружеская привязанность гиббонов. На протяжении всей жизни они имеют единственную пару, а перед созданием семьи самец и самка долго ухаживают друг за другом. У белоруких гиббонов не бывают ссор из-за пищи. Они ухаживают и тщательно обыскивают шерстку друг друга. Они очень чистоплотны. К неволе гиббоны приспосабливаются трудно. Но если создать этим животным надлежащие условия, то они могут дожить до 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok